Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, 21 апреля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов». И сегодняшний отрывок, который Церковь предлагает нам для размышления, следующий, это 5 глава, стихи с 21 по 33. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем, первосвященник и который с ним, придя, созвали Синодрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привезти апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу мы нашли, запертую со всей ее предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник, стражей и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражей пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. «Приведя же их, поставили в Синодрионе и спросили их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог Отцов наших воскресил и Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве. Его возвысил Бог десницую Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов, свидетелей ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему. Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение книги «Деяния святых апостолов», в которой повествуется о распространении Церкви. И сегодняшний отрывок из пятой главы. И вот, если сравнивать с началом повествования и уже с пятой главой, то мы увидим постепенное наращивание силы и постепенное распространение Церкви. Сначала это небольшая горстка людей в храме, которые увидели апостола Иоанна и апостола Петра, который исцелил Хромова. Затем постепенно, несмотря на все припоны, которые ставили им Синодрион, изначально Синодрион не был так настроен по отношению к апостолу Петру Иоанну. Они просто их отпустили, они были насторожены. Но постепенно мы смотрим, как сила и власть уходят из-под рук Синодриона, Саддукеев и Иудейской верхушки. И уже никакая власть человеческая не может остановить распространение Святого Духа и распространение веры, которая распространяется посредством, прежде всего, деяний апостолов, того, что они делают. А делают они явление Царства Небесного через знамение исцелений. Таким образом, мы помним, что в Евангелии от Матфея сначала шла проповедь, ведь проповедь евангелиста Матфея строилась таким образом. Сначала шли пророчества Ветхого Завета, и он как бы говорил иудеям, что вот, это тот Мессия, которого вам обещали пророки. Потом Христос выходит на общественное служение, и сразу за этим в пятой главе идет главная речь Христа, Нагорная проповедь, которая повествует о жизни в пространстве Небесного Царства. Это, скажем так, проповедь, программная проповедь о Евангелии Царства, проповедания Царства Небесного. И сразу за этим идет чудеса. Также здесь мы видим, что сначала идет повеление Христа апостолам проповедовать, затем начинается проповедь, и всегда присутствуют речи в структуре книги Деяний. Мы видим очень много речей апостола Петра, апостола Павла. В дальнейшем мы это увидим. И мы видим эти речи, и они выполняют вот эту вот функцию, функцию проповеди. Но кроме проповеди должны быть еще и Деяния. И мы видим эти Деяния посредством именно этих Деяний, то есть исцелений, которые происходят через призывание имя, имени Иисуса Христа апостолами. Мы видим, что Церковь начинает распространяться, и это уже реальная угроза для Синодриона. Они это понимают. И все больше и больше раздражаются, но чем больше они раздражаются, тем меньше они могут противопоставить. Чаша весов неуклонно склоняется над Церковью. И Церковь постепенно перевешивает Синодрион, потому что на стороне Церкви истина, и на стороне Церкви Господь. Господь в Церкви. Господь создал Церковь. И вот мы видим, что Саддукеи, Синодрион пытаются ограничить посредством тех способов, которыми они обладают. И они обладают какой? Физической силой, административным ресурсом, политической властью. Но это все не может противостоять действию благодати Божией. Никакие темницы не могут заключить апостолов. И они вновь и вновь идут и проповедуют в храм. Как сказал им ангел Господень, выводя их из темницы. Он сказал им, идите и проповедуйте словеса жизни израильскому народу. И они идут и проповедуют. И в этом смысле Дух Святой дает им силу. Дает им говорить силой. Как Христос говорил силой, так и они говорят силой. И это говорение, конечно же, распространяет Церковь. И это видно из того, что не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем. И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. Даже сами Цедукеи и Синодрион признают, что они уже наполнили Иерусалим. А это небольшой промежуток времени, короткий промежуток времени. Мы видим постепенно, через вот эту вот структуру повествования, через сетку повествования, мы видим, как распространяется Церковь. И всему этому способствует Дух Святой. Он вдохновляет апостолов, он не позволяет внешним силам ограничить проповедь. Поэтому, что бы ни делал внешний мир, Церковь победить невозможно. И даже внешние ограничения, внешние невзгоды не станут препятствием для распространения Церкви. Мы должны помнить об этом и думать каждый о своей жизни. Что я делаю для Церкви, что я делаю для распространения Слова Божия, и как я вообще осознаю себя в пространстве Церкви и в пространстве действования Святого Духа. Мы должны стремиться жить в Церкви, мы должны стремиться любить Церковь и чувствовать это действование силы. Сейчас, конечно же, время уже другое. И Церковь предлагает нам другие пути реализации этого действия, жизни в пространстве Церкви. Но источник силы всегда один и тот же. Это благодать Святого Духа. И она может обретаться только в пространстве Церкви. Будем помнить об этом и будем молиться, братья и сестры. И когда мы молимся, должны помнить, что это мы обращаемся к Богу. А когда мы читаем Священное Писание, это Бог обращается к нам. Всем радости, воскресшим Господи и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова